61-летний Джон Хинкли покинет Вашингтонскую психиатрическую больницу и будет жить в Вирджинии. В 70-е годы хронический неудачник Хинкли влюбился в киноактрису Джоди Фостер, которая не реагировала на его страстные послания. Поэтому Хинкли решил произвести впечатление на своего кумира, убив президента США. Сперва он охотился на президента Джимми Картера, но не преуспел и переключился на сменившего Картера Рональда Рейгана. 30 марта 1981 года Хинкли встретил Рейгана у черного входа в Вашингтонского отеля «Хилтон», где Рейган выступал перед профсоюзными активистами. Хинкли стоял в толпе зевак, охрана президента не обратила на него внимания. Когда покидавший гостиницу Рейган приблизился к нему, Хинкли выхватил револьвер и успел выпустить шесть пуль. Одна из пуль навечно парализовала пресс-секретаря Рейгана, две другие попали в сотрудника секретной службы и полицейского, одна поразила президента. К несчастью, в тот день президент не надел бронежилет. Рейган выжил, решив, что Господь сохранил его жизнь и что он способен совершить великие дела, что, в принципе, и произошло. Парализованный Джеймс Брэйди занимал пост пресс-секретаря до конца президентства Рейгана. Он и его жена начали кампанию борьбы за ограничение доступа к огнестрельному оружию. Брэйди скончался два года назад. Медики заявили, что пуля Хинкли была причиной его смерти. Джон Хинкли был признан невменяемым и заключен в психиатрическую лечебницу закрытого типа. В 2003 году ему было разрешено на короткое время покидать стены больницы, а в 2006-м навещает родителей, живущих в штате Вирджиния. Сообщается, что он часто ходит в церковь, любит рисовать, фотографировать и играть на гитаре. В судебных документах указывается, что Хинкли выразил пожелание стать хорошим гражданином.